господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 258 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 26 августа 2016 года и далее малая часть того что про этого человека сейчас выставлены в интернете то есть со всего мира на него обрушились сейчас как говорят наступил момент резать кабанчики сколько он зла натворил неимоверно всех пересторил ввел слово секта везде кто не подчиняется им секта 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 на секта определение есть секта злоба одна вот отзывается если хорошо о человеке а ему не надо это он начинает человека этого давить приходят клевещут как бесовское отродье какое-то наплодили придумали миссионерские отделы нет этих отделов и не было никогда это не божье устроение это пытается в систему вогнать дух святой дух святой действует так как человека не предполагает он не в том месте может человек быть илдат и мадат там-то они свидетельствуют вот он правитель и друг он делается свидетелем и лежал раздетый соул и свидетельством отделов нету и не было никогда не у святых отцов нигде посылают их на свидетельство о христе рассказать это благовестие называется но миссия то есть обращение душ это зависит только от духа святого кирилл и мефодий как двое даже трое нету где-то могут сопровождать там вместе помогать ему но свидетельство павел избирает себе силу а варнава берет марка опять по двое были двое разделение произошло по двое этого не видят они ослепленные какие миссионерские отделы злоба одна свирепость они понимают миссия это покорение системе вот если он баптист все должны быть баптисты он не понимает главный вопрос а церкви если это католик всех по туфлю папа он не понимает что господь дал власть епископом равной всем если православный он давит всех подряд казнить бить миссионерские отделы всех но на патриарху слова не скажет даже патриарх сто раз будет неправ или папа конкретно вот этого человека останавливать и посмотрите клятвенно связано с сша наркоман хиппи дворкин и так далее это святое место более не скверняют богопротивные речи главного сектоведа сектоведа такой должности вообще нету нигде то есть он узнает секта это или нет и главное совершенно ничего не знает бабка какая-то а вы не секта то есть это уже напитанная вся атмосфера напитана этим он расплодил целыми метастазами раковыми всю страну заразил этим и у людей интересно бог выщищает мозги ничего нету секта 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 а сами сегодня везде пишут самая большая секта московская патриархата русская православная церковь это не я говорю это уже наполненный пир то есть отсеклись от благодати проповеди чтобы душу обратить быть миссионером нужно не два таланта тысячи как говорит иоанн златоуст здесь ни одного нету какие таланты могут проявиться если ты системе нигде друге дух господин там свобода они о ничего не знают как нас напали от вас отвергся иларион никто не отвергался им нужно дать отчет системе что с русскими православными приходами зарубежной церкви покончено они есть но идут на подделку но прижал иларион сейчас встретился отец аким интересно митрополит митрополит алтайский барнаульский сергий владыка иванников он говорит вот илариону да вот и на игнатия нападают и говорят что там сектант а почему нападают сам же поясняет потому что завидуют сами то они ничего сделать этого не могут не могут даже самое простое сейчас коснулась с лагерем вот с этим как вот они со всех сторон если все правда говорите по правде а чего уплетете вот выходит какое-то ударство там кемеровская епархия манкурта выставили жирными щеками трясет это надо ему бритый кто такой лукавейший взгляд как говорит глаза ну гляньте маленький не надо быть психиатром чтобы увидишь человек на этот извертел совесть в дребезги у него нет ничего он может это сделать от учат лжесвидетельству я учу мне просто некогда связывается я знаю как это делается подать суд от него трухи не останется да нет я в частном порядке это мое личное мнение я не утверждаю то есть дворкин научил и как избегать наказания а вот теперь не избегнет наказания не как есть дуэль музыканта когда он говорит ты сам нарвался на это козел и дальше разгромил его своим талантом дребезги основателя джаза уже профессор это враг затесавшееся число граждан все это создание распространение злобных слухов я это все испытал обо мне его спрашивали дворки на когда он приезжал здесь принимали кормили праздничные столы а это и изверг злодей злодей самой высшей пробы всех людей на траве друг против друга чисто дьявольской формации прислали человека америка знает кого прислать израиль и прошел тренировку и все ослепленные не видите вот вам и миссионерские отделы вы ничего не понимаете где миссионерский отдел там дух святой молитва бог открывает тайны сердца и слова твои будут падать на благодатную почву я вот за один день только покажу сколько людей приходит новых это бог делает бог за какое бы дело не взялся везде благословения что избрание божие сейчас работа над двумя домами один дом приобрели для володи другой для никиты за никиту радуются все за володю ну и к вам приехали вы можете дом подарить не так они это не положили ни одного рубля туда это нету сейчас ждем еще при это малыш уже готовы для него домик дальше сам будет строить подрывная деятельность этого типа липовый профессор шалатан а почему а это уже не народ и ищет руб который гниение свое принимает за жизнь а живут на нем в этом теле лишь кроты черви поганые насекомые радующие тому что тело умерло и гниет ибо в живом теле не было бы удовлетворения жадности не было бы воспитательных мир вам и вашему дому вас беспокоит гусейнов рустам михтирич из города макеевка днр я православный христианин по специальности доктор радиолог доктор ультразвукового исследования то есть не лещит исследует только я хотел бы у вас поинтересоваться можно ли мне войти вашу в общину сразу отвечая невозможно это невозможно приезжать категорически запрещено не под каким видом когда мы хорошо уже узнаем человек по всем пунктам соответствует не пьет не курит не матерится не ворует не лжет узнаем что у него есть средства построиться желательно чтобы были молодые с детьми сколько условий то тогда будет разговор разрешат приехать один раз я уже смотрю ваши видеоролики интересуюсь вами и вашей общины уже как год я хожу храм православной макеевки но вот беда я не имею настоящей христианской общины я не имею так создай ее мы это тоже община что значит община единомыслие вот эта проблема для меня номер один в жизни но и начиная работать лечи людей как макарий глухарев архимандритов в алтай он там алтай сишворц он среди них работал подметал в юртах лечил проблема слова проблема вообще есть лексикона нужно убрать за ваш ответ мне я буду очень признателен и благодарен вот мой ответ вам ни под каким видом даже думать нельзя чтоб приехать с глубочайшим и огромнейшим уважением горячо любимейший игнатий тихонов р.м. ну вот так огромнейшее уважение любимейший еще ради меня биби да еще и горячо вот я сказал отказ теперь как значит горячо ненавидимый алекс приман пишет мое имя александр я из украины город днепр днепропетровск на сайте youtube наткнулся на один из ваших видеороликов потом посмотрел другой третий в итоге меня заинтересовал тот трехтомник в котором собрано труды ранних христиан о котором рассказывается на ютубе сообщите пожалуйста где и как в украине можно и приобрести ответ только выписать но это возможно только после 10 октября когда буду в городе снова сделайте запрос то есть если это угодно богу живо здорово будем вот тогда можно вот посмотрим на наши ресурсы это мой мир вот я люблю его мой мир хорошая система легко писать пожалуйста тут есть две страницы моих на другой я с голубем а здесь просто в шапке заходите 18916 наших фотографий наших видео здесь 3529 а их всего уже пять с половиной тысяч наших видео дальше наш форум я сразу покажу как он выглядит очень большой форум вот все это выступает студенты красноярская докладчик от он и гнати латкин его и деятельность заклад на конференции видишь как пишет студент группы колтун м2623 научный руководитель кандидат философских наук доцент соболев юрий кандидатской государственной академии музыки и театра миссионерства в современной россии гнати латкин его деятельность одной из главных черт современного православного христианства является отсутствие прозелитизма причем эта особенность на сегодняшний день столь очевидно была присуща русскому православию несколько столетий назад сегодняшнее разительно безмятежное миссионерство рпц особенно заметно на фоне тотального прозелитизма христиан протестанта набирающего обороты популярности ислама агрессивно миссионерской деятельности нетрадиционных религиозных объединений ну и дальше прочитайте проанализировать ситуацию и ответить на постальные вопросы попробуем в контексте рассмотрения деятельности одной из самых ярких и самобытных православных миссионеров современной россии гнати тихоновича латкина рождения 39 года несмотря на полемическую открытость латкина барорусский самородок проводит на своем форме в интернете до семнадцати часов в день и неоднократно выражена им позиция православный христианин православной среде не умолкают споры не является латкин сектантом получил обытование даже словосочетание латкинская секта но это скуратов видимо правнуки душителей скуратова прислужника и она грозного душителя формальный поводом для такого рода суждения достаточно во первых крестовозвиженская православная общего города барнаула старости который является латкин а ее духовником родной брат и гнатья латкина протеерей ким латкин находится под официальной юрисдикции рпцз во вторых не умолкающая более 50 лет критика латкиным деятельности московской патриархии в третьих нестандартный уклад общины в основу которого положен благочестивые русские обычаи внешне проявляемое в строгом следовании одежды принятому уставу общины в том числе касательной внешней эстетики мужчинам запрещено брить бороду подпоясанную рубаху следует носить на выпуск женщины должны прикрывать голову покрывать голову двойным платком край юбки или платья должен достигать ступени ног и ряд других положений обоснование которым латкин прекрасной знатой библии дает на основании священного писания на вопрос о сексанстве крестово-звезды общий дает ответ степаненко максим бывший руководитель миссионерского отдела томской парке последователи известного отечественного сектоведа дворкина проанализировав характер общины и деятельность латкина степаненко заключает община латкина сектой не является камнями преткновения для критиков у игнатия латкина выступает как ни парадоксально догматические положения православной церкви на которых акцентирует всеобщее внимание библии подчеркивая их первостепенный характер первое и главное благовествование евангельская пропасть христианской миссии рассуждая о благовестии латкин указывает на главную дилемму русского православия говоря словами николая лескова о том что евангелие никогда должным образом не было проповедано на руси по словам алтайского апологета благовествование первейшей обязанности христианина смотри матфея 28 19 с момента крещения руси 988 году и по сегодняшний день не было а те редкие сущие проповеди христианство на которые указывают историки не более чем редкие капли растворившиеся в океане тотального невежества между тем важность этой заповеди говорит латкин должна быть известно каждому христианину ибо всякий кто призовет имя господня спасется но как призывать того в кого не уверовали как уверовать в того о ком не слыхали как слышать без проповедующего и как проповедовать если не будут посланы как написано как прекрасны ноги благовествующих мир благовествующих благое но не все послушают благовествование ибо исаи говорит господи кто поверил слышенному от нас и так вера слышание ослышание от слова божие римлянам 10 13 17 именно потому что не живой проповеди христа считает латкин православие сегодня выродилась в белую магию православного обряда а считающий себя православными в подавляющем большинстве нуждается в серьезной и продолжительной капитализации доставки благословен быстро заходите выходите на тихо так маленько подожди маленько вода остывает ну чё второе соблюдение церковного устава ну дальше я проще не выходит за рамки православной традиции фундамент под ухо сложениться но жизнь не по лжи ну и здесь моя идея у врача перед поездкой был слух проверить зрение вот и вчера выставил новый материал вышел журнал русский дом номер 3 2014 год есть там фото о потеряевке это патриарша ежемесячный православный журнал патриотического направления по благословению патриарха московской большая статья про нас и вот как открытым оком что-то новое за прошедший год вот здесь прочитайте это на нашем форуме самая последняя тема и вот дальше коротко зачитаю тут меня ждут уже он ревностный православный христианин проповедник и исповедник 22 августа 16 года а 18 то был лагерь закрыт в редакцию РНЛ это в июль поступил ответ митрополита Барнаульско-Алтайского Сергия в связи с деятельностью Игнатия Лапкина русская народная линия РНЛ уже сообщала о конфликте вокруг детского лагеря в деревне Потеряевка в Корченском сельсовете Мамонтского района Алтайского края основательным руководителем которой является Игнатий Тихонович Лапкин месяц назад лагерь посетили сотрудники Роспотребнадзора по результатам обследования лагерь был закрыт 27 июля 2016 года в Барнауле улица Папанинсов 130 кабинет 415 Должно было стоять в судебное заседание по данному делу вот этот лагерь не был закрыт мы его сами закрыли 18-го не было до решения суда его не было уже ночью когда полиция приехала мы его закрыли 22 часа по данному суду уже прошло закрыть отказать ввиду отсутствия состава преступления в редакцию поступило несколько противоречивых сообщений о деятельности личности И.Т. Лапкина который называется то православным проповедником то раскольником и даже сектантом в связи со смущениями возникшими в православной среде главный редактор русской народной линии Анатолий Дмитриевич Степанов обратился с запросом к митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию с просьбой разъяснить ситуацию он пишет уважаемая владыка не могли бы вы разъяснить ситуацию вокруг этого лагеря и характеризовать личность и деятельность его руководителя И.Т. Лапкина имеет ли этот лагерь отношение к возглавляемой вами митрополии какова репутация личной И.Т. Лапкина является ли он верным сыном русской православной церкви или напротив он ведет раскольническую сектантскую деятельность разъяснение ситуации вокруг лагеря деревни потеряевка по нашему глубокому убеждению позволит преодолеть смущения в православной среде возникшие в связи с этим конфликтом отмечалось запросом в запросе главного редактора РЛЛ. Митрополит Барнаульский Сергий на днях в нашу редакцию поступил ответ владыки Сергия в котором в частности говорится уважаемый Анатолий Дмитриевич в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем в эту сторону деятельности регулирует совесть соответствующие органы государственные власти Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений пожилой что требует уважительного отношения к нему с уважением Сергий митрополит Барнаульский Алтайский и тут же письмо его митрополита ну и дальше показать вот где наш православный видеоканал и на этом все закрываем у меня просто нет никакой возможности тут ждут крайне ну теперь что отключить только